Всем привет! Давайте сделаем блокнотик на пружине. Часто мне для полного счастья чего-то не хватает, хотя комната уже ломится от материалов и инструментов. Но идти в магазин или что-то заказывать, подрывая семейный бюджет, мне не хотелось и я стала думать, что же сделать. Мне в голову пришла идея заламинировать обложку, которую я сделала в одном стиле со страничками. Но ламинатор же не возьмет картон и тут я решила попробовать утюг, но об этом чуть позже. Теперь к слову, как печатать мои странички с pdf для блокнотов на пружине. У меня есть видео, как я печатаю книжечки для блокнота и для пружинок это делается то же самое, точно так же. Я сначала сложила странички пополам, как здесь, а потом решила сделать блокнотик на пружине, поэтому я просто их разрежу пополам. Кстати, про бумагу. Это только фотобумага матовая, я печатаю только на фотобумаге. Плотность этой бумаги 130 грамм на метр квадратный. Итак, я беру резак и просто разрезаю книжечки, которые я напечатала, но уже успела сложить пополам. Для обложки я буду использовать переплетный картон толщиной 1 миллиметр. Нужно измерить ширину странички и прибавить где-то 5 миллиметров, а потом высоту и также по 5 миллиметров прибавить сверху и снизу, то есть всего один сантиметр. Из более плотной фотобумаги я сделаю обложку. Я просто оклею ей картон. Клеить я буду на мастер-клей. Нужно хорошо так густо смазать картон, чтобы не оставалось, либо их очень мало оставалось, пустых пятен, которые не промазаны клеем. Немножечко пошевелить бумагой вверх-вниз, чтобы клей равномерно распределился и все разгладить рукой, палочкой для пиговки, у кого что есть. Теперь по периметру бумаги нужно пройтись пиговальной палочкой, точнее по периметру картона, либо спицей и можно обрезать лишнее. Углы я срезаю не доходя до картона где-то 2-3 миллиметра. Клеить клапаны я буду на клей ПВА в момент столяр. Чтобы бумага немного размякла и лучше сгибалась, я мажу клей у стыка с картоном. Так бумажка немножечко размякнет и будет более эластичная. Сначала я приклею два противоположных клапана, потом углы прижимаю палочкой для пиговки и клею вторую пару противоположных сторон. И наконец ноу-хау ламинирования обложки. Для этого я взяла пленку для ламинатора и утюг. Вот такая у меня пленочка. Пленку нужно выбрать такого размера, чтобы от обложки со всех четырех сторон где-то выступало сантиметра по полтора. Далее эту пленку разделяем на две части. Обычно пленка для ламинатора состоит из двух пленочек. На более матовую шуршавую мы как раз и будем клеить. На нее нужно и положить лицевую сторону обложки. Утюг я нагрела на втором делении и начинаю разглаживать пленку с одной стороны к другой, не допуская образования пузырей и каких-то складочек. Я советую потренироваться на ненужном куске бумага плюс картон, который имитирует обложку. Когда верх я пригладила, хорошо приклеила, нужно согнуть клапан пленки и пройтись утюгом по толщине, чтобы и там тоже не было пузырей и воздуха, хорошо натянув пальцем и так же приклеить. А далее приклеиваем и сам клапан. То же самое и со второй стороны. Следите, чтобы не оставалось воздуха и неприклеенной пленки это очень важно. Теперь формируем углы. Их я делаю примерно так же, как и из кожзама. Видео про это я оставлю в описании, так как у пленочки плохо видно. Я срезаю пленочку с клапана, который уже приклеился, прямо до картона. Дальше я срезаю вот эту вот толщину картона, также эту пленочку, и под углом срезаю тот клапан, который я не приклеила. Еще раз прохожусь утюгом по толщине, потом опять сгибаю и клею клапан. Теперь, когда все клапаны приклеились, нужно еще раз хорошенько пройтись утюгом и на свету проверить, чтобы нигде не образовывалось никаких пузырей. Обложки готовы и можно дыроколить и усаживать на пружины. Подробное видео про то, как я пользуюсь биндером, есть на моем канале. Либо следуйте инструкцию к вашему биндеру, либо используйте кольца, если такого не имеется. Надеюсь, идея ламинирования картона вам понравилась. Мне кажется, обложка получается очень практичная, такая глянцевая, блестящая. Она уже не боится влаги и грязи, можно просто протереть тряпочкой. Это очень удобно для каких-то дневников, не знаю, ежедневников. Что-то такого, что таскаешь постоянно, носишь с собой и оно теряет красивый внешний вид. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok